Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня я расскажу про то, как искать жилье в Польше, с чего начинать. И начнем с самого главного. Поставьте пальцы вверх и подпишитесь на канал. Шутки в стороны. Начинаем, конечно, с поиска квартиры. Где искать? На самых популярных сайтах. Здесь ничего нового я вам не скажу, какие сайты больше всего обновляются, чаще всего обновляются. Это Otodom и OLX. Некоторые сайты я вам оставлю в описании, поэтому откройте и посмотрите. Также оставлю вам в описании группу в Facebook. Она очень живая, там часто выкидывает новые объявления и причем выкидывает сами поляки. Поэтому тоже посмотрите. Я свою квартиру, в частности, нашла на OLX. Что обращать внимание? Это, конечно же, на размер квартиры. Вы сами знаете, какого размера квартиры вам нужны, но просто напоминаю, что чаще всего вы увидите, какие варианты. Либо это покой, то есть одна комната в квартире, там двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная. Либо это кавалерка. Кавалерка, грубо говоря, это студия. Внимание! Я живу в Варшаве, и у нас кавалерки начинаются буквально от 14 метров квадратных. Да, кто хорошо соображает, тот понимает, что это вообще такой кулачок. Я не знаю, два на два. Я шучу, конечно, но вот начинается от таких метражей. И заканчивается, допустим, моя кавалерка. Я уже не помню, сколько она по документам, вернее, сколько она была в объявлении, но по ощущениям где-то 35 квадратных метров, плюс у меня есть еще огрудок. И потом, да, дальше, как и везде. Вы можете снять двухкомнатную квартиру, трехкомнатную квартиру, вы можете снять дом. Все уже зависит от вашего бюджета, от ваших потребностей и предпочтений. Здесь ничего нового не скажу. Далее, на что вы обращаете внимание? Это на тип договора. Всегда в объявлениях будет написан какой договор. Кроме обыкновенного договора, еще есть, допустим, договор оказиональный. Этот договор подразумевает, что когда вы его составляете, вы обязательно должны вписать в договор тот адрес, куда вы переедете при случае, если арендодатель вас выселит. То есть у вас уже должен быть какой-то адрес, какое-то жилье в Польше. Я думаю, что практически для всех из нас этот вариант сразу отпадает. Поэтому, если вы открываете, как делала я, когда я открывала объявление, я сразу смотрела даже не на цену, а на тип договора. Он всегда, повторюсь, будет указан. Как только видела оказиональный, все, закрывала, шла дальше. Потому что другого места, где бы я могла проживать в Польше, у меня, конечно, нет. Но на всякий случай, еще хочу сказать, что этот оказиональный договор должен быть обязательно, плюс еще заверен у нотариуса. Если простой договор не требует этого, то оказионально вы обязательно пойдете и будете заверять его у нотариуса. Есть еще третий тип договора. Это институциональный договор. Как правило, вам будут сдавать в аренду квартиру, то, значит, физическое лицо, которое является предпринимателем, да, и П, который именно получает доход с создачи своих квартир. Ну, в принципе, да, у вас будет самый простой договор найма. Обратите внимание, что я вам в комментариях оставлю ссылки на образцы того-либо иного типа договора. Если вам нужно будет распечатать, то, пожалуйста, проходите в описании, скачивайте эти файлы, будут в формате .doc, и вы можете сами их потом заполнить. Далее, на что вы обращаете внимание? Конечно же, на цену здесь уже все зависит от вашего бюджета. И на что лично я обращала внимание, это на величину кауции. Что такое кауция? Кауция – это залог. Это та сумма, которую вы передадите арендодателю в момент заключения договора, и которая будет там до конца вот этого договора у арендодателя. Это сумма. Суммы разнятся. Арендодатель сам определяет, сколько она будет составлять. Как правило, она может составлять от месячной оплаты квартиры до трехмесячной оплаты квартиры в сумме. Но, опять-таки, повторюсь, каждый арендодатель определяет по-своему. Мой хозяин квартиры, да, уже моя девушка, она определила так. Допустим, у меня сумма 1800 злотых аренда квартиры, а кауцию я оставляла ей в сумме 2000 злотых. То есть, чуть-чуть больше, чем месячная оплата. Чем она руководствовалась, я вам не могу подсказать. Для чего арендодатели берут эту кауцию? При выселении, да, когда вы будете расторгать договор, либо когда договор ваш закончится, хозяин вместе с вами будет осмотреть квартиру. Если вдруг он заметит где-то, допустим, кошка ободрала диван, ребенок изрисовал стену, не знаю, вы там в холодильнике что-то поломали, дверцы отломали, да, и это все не успели починить к моменту отъезда, то хозяин просто вычтет, так прикинет в уме, да, конечно же, может там накинуть пару сотен злотых, вот, и вычтет из этой суммы кауции. Есть еще такой вариант, я точно знаю, когда при составлении, внимание, при составлении договора аренды, вы договариваетесь с хозяином, что, значит, кауция будет являться оплатой за последний месяц проживания в квартире. Допустим, вы составляете договор на 12 месяцев, и вы прямо в договоре прописываете, а что там, 12 месяц, оплата за 12 месяц будет произведен в счет этой кауции. Так делают достаточно редко, но так может быть, имейте в виду. Кстати, договор какой еще может быть по срокам, да, по срокам он может быть на час украсленный, то есть на определенные, да, вы можете там подписать на полгода, ну, скорее всего, такого не будет. Обычно договора на год, на два, некоторые требуют на три года. То, что я больше всего слышу, это на год. Такая стандартная практика заключает договор, и на час не украсленный. Ну, то есть, да, и понятно, что у вас там не будет в договоре точной даты выселения, либо точной даты, когда вам нужно возобновить, то есть, да, подписать новый договор. Далее, что еще у нас есть в польских договорах? Допустим, то, что в Беларуси я никогда не встречала, такой еще додаток, скажем так, описание квартиры и описание состояния мебели, всего имущества, что находится в квартире в момент, как бы, передачи вам, да, в момент сдачи. Как это выглядело у меня? Значит, да, у меня додаток такой, страницы на три, и буквально все прописано по комнатам. Так и написано, ванная комната, и прописана вся мебель, какая есть, прописано состояние, в каком находится, если вдруг что-то повреждено, написано, где, с какой стороны, и, грубо говоря, там, немного, средне, либо сильно, да, то же самое, вот, опять, повторюсь, у меня просто как кавалерка, одна комната жила, и то же самое в комнате, да, опять-таки, вся-вся-вся мебель перечислена, опять-таки, написано, с каких сторон какие есть повреждения, у меня есть там и на полу повреждения, и так далее, и тому подобное. То же самое, где кухня находится, все-все-все, это прописано, и если вдруг что-то вы вместе с хозяином, когда будете заключать договор, вы вместе с хозяином будете составлять это, пожалуйста, не суетитесь, хозяин подождет, пройдитесь, вот взяли там, ага, ванна, зашли сами в ванну, без суеты, все просмотрели, зашли в комнату, все просмотрели, в кухню все просмотрели, не суетитесь, потому что, я почему-то говорю, потому что хозяева бывают разные, и, скорее всего, вы что-то упустите, и непонятно, как потом быть. У меня достаточно хорошая хозяйка, допустим, мы с ней все это составили, вроде бы нюансы какие-то, вот в этом додатке, скажем так, как мы описали, но когда я начала жить, то в первую неделю я заметила, что у меня поврежден пол очень сильно в одном месте, что у меня в ванной там тоже освещение очень сильно, ну не сильно, а плафон поврежден, выбит просто, я этого не заметила, в тот момент, когда мы составляли договор. Что делала я в таком случае? Я делала фото, отсылала ей в WhatsApp, и, внимание, договор составляется обязательно в двух частях, и она говорила мне, пожалуйста, отметь в своем договоре, на своей стороне, что повреждено то-то и то-то в таком-то и в таком-то состоянии. Я это все дописала, но она дописала тоже. Дорос я такого не встречала, не знаю, если у вас такая практика в вашей стране, кстати, тоже поделитесь, напишите в комментариях, но это обязательно в Польше, поэтому не удивляйтесь. Как вообще выглядит стандартный договор и что должно быть в договоре? В договоре обязательно должно быть имя, фамилия арендодателя, то же самое, да, ваше имя, фамилия, обязательно вписывайте в Песель свой личный номер. Допустим, я из Беларуси, я вписывала свой номер паспорта, потому как, когда я составляла договор, у меня еще не было Песеля. Если бы я до момента въезда, то есть заключения, вернее, договором получила номер, то я бы тоже могла вписать в Песель. Но не было, поэтому вписали номер паспорта и все отлично. Также я просила при составлении договора предъявить довод особисту, ну, ID-карточку в Польше моего хозяина. Я делала фото, тоже смотрела, понятно, при составлении договора, чтобы номера все совпадали. Потом обязательно в договоре будет прописано, если у вас на час окрасленный, да, на определенное время будет прописано, с какого дня, по какой день, также, внимание, в некоторых договорах вы будете прописывать условия, за какое время вы можете расторгнуть договор. Есть договора, я точно знаю, когда искала квартиру, где хозяева, говорят, что если вы будете расторгать договор ранее, допустим, договор на год, а если вы захотите ранее расторгнуть, будете вынуждены заплатить, там, допустим, месяч, плюс еще один месяц, да, либо плюс два месяца, либо плюс три месяца, то есть условия они могут ставить какие угодно. Допустим, когда я искала квартиру, девушка мне сказала, что у них было такое условие, если они сами находят на свое место аренда съемщика, как это у нас, человека, который будет арендовать, если они сами найдут человека, который будет арендовать квартиру, то они никакого штрафа не заплатят. А если же не найдут и хозяину снова придется всем этим заниматься, то они будут вынуждены заплатить, по-моему, двухмесячную оплату за квартиру. То есть хозяева страхуются, хотя с другой стороны в Варшаве как пирожки разлетаются эти квартиры, поэтому, ну, имеют право, имеют право, имейте в виду. Дальше у вас будет прописано, конечно, сколько вы будете платить в месяц за квартиру, будет прописано, платите ли вы сами за коммунальные услуги, либо коммунальные услуги, оплата коммунальных услуг входит в вашу месячную оплату. Допустим, у меня я не плачу за коммунальные услуги, я сама плачу только за интернет в своей квартире. Вот за коммунальные услуги платит хозяйка, я ей только отсылаю данные за месяц. Поэтому у меня, допустим, в договоре прописано, что сумма за месяц такая-то, и в нее входят все, значит, коммунальные услуги. Плюс будет написано, сколько у вас кауция, сколько вы отдали, И, внимание, здесь такой момент с кауцией, такой момент с залогом. Вы залог как можете? Вы можете перечислить, понятно, онлайн, через онлайн-банкинг, либо отдать наличные. Когда я приехала, опять-таки, снимала, у меня не было еще польской карты, не было польского счета. Я попыталась сделать это с белорусской карты, причем карта у меня была в USD, но почему-то не проходили транзакции, какие-то ошибки были, хотя это было еще до февральских событий. Но, тем не менее, я говорю моей хозяйке, давайте я вам отдам наличными. И она согласилась, мы прописали этот момент, опять-таки, от руки в договоре, что принято наличными на руки, такая-то сумма денег, и опять-таки поставили подпись. Сейчас я точно знаю, тоже вам такой лайфхак, польские юристы рекомендуют, чтобы вы при таком случае, если вы даете кауцию наличными, чтобы вы на отдельном листе составили в произвольной форме, арендодатель будет писать, что я такой-то, 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 днем таким-то, 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 от такого-то там человека, принял сумму в количестве такой-то, там валюта такая-то, и все, и там подпись поставил, дату, понятно, расписался. То есть произвольная форма, но вот польские юристы, я точно уже слышала пару раз от них, они рекомендуют, пожалуйста, на отдельном листе делайте это. Поэтому, если вы еще только ищете квартиру, то примите во внимание. В принципе, по договору все. Если вы дослушали до этого момента, поставьте лайки, не забывайте, и дальше я скажу свои лайфхаки, о которых я мало слышу. Во-первых, первый мой такой совет от души, пожалуйста, ищите жилье сами, вы найдете, не думайте, что вы не знаете языка, и вам будет сложно найти. Я тоже языка абсолютно не знала, я не учила к моменту приезда, я не готовилась переезжать в Польшу абсолютно, знание языка было вот такое, то есть, ну, никакое, скажем прямо, и я сама нашла. Во-вторых, главный мой совет, не пишите им в WhatsApp, в Telegram они не пользуются, да, в Польше WhatsApp, потому что вам никто не ответит. Допустим, когда я писала там из 20 сообщений, мне отвечали, отвечал один человек. Почему так? Потому что в крупных городах, я не знаю, как в маленьких, но в крупных городах в Варшаве квартиры либо комнаты разлетаются, как горячие пирожки, и они буквально уже за там 15 минут, объявление может быть не актуально. Сразу звоните, не бойтесь, да, выучите там эти 10 фраз, откройте Google Переводчик и позвоните человеку и спросите, да, что можно ли посмотреть там квартиру. И тоже нормально, если вам в 75% скажут, уже не актуально. Поверьте мне, это так на самом деле и есть. Все просто, если вам отвечают, приезжайте, смотрите все сами. Третий самый главный совет, пожалуйста, не арендуйте квартиры онлайн. Конечно, если вам кто-то порекомендовал агентство, и оно уже проверено не одним человеком, тогда да. Если же вы просто находитесь в другой стране и через тот же OLX, либо отодом нашли якобы, да, хозяина квартиры, и он вам говорит, что хорошо, квартира будет за вами, но перечислите такую-то сумму, чтобы я точно знала, что квартиру за вами оставлять. Не делайте так. Так, это была моя ошибка, я так попалась, хотя уже и не маленькая, то есть я потеряла 200 долларов. Вот, поэтому не волнуйтесь, вы найдете квартиру в Польше без проблем. И из этого совета вытекает следующее. Вы снимаете онлайн себе жилье на неделю, на 10 дней, там максимум на 14 дней. Приезжаете в Польшу, допустим, вы такое жилье можете снять там через Booking, через Airbnb. Приезжаете, живете неделю, 10 дней, вы за это время найдете квартиру, в которой уже постоянно, и переедете туда. И это нормально. Не беспокойтесь за это. Вот такое видео получилось о том, как снять жилье в Польше. Если вам было полезно, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии, поделитесь этим видео с другими людьми, потому что есть нюансы, опять повторюсь, которые мало кто знает. И, конечно же, желаю вам удачи в Польше, успехов. Все ваши вопросы пишите в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.